В следующем году россияне отметят 70-ю годовщину Великой Победы. Как говорят в народе, война закончится тогда, когда будет найден и захоронен последний участник тех кровавых событий. О том, какие поисковые работы ведутся в нашем районе и какие результаты они приносят, расскажет Надежда Неткачева и Александр Косицын. Множество жизней унесла Великая Отечественная война. Судьбы миллионов погибших и пропавших без вести солдат неизвестны до сих пор. Благодаря самоотверженной работе бойцов поискового отряда Святой Георгий в Кировском районе Ленинградской области были обнаружены и подняты останки советского война. Во время войны бойца похоронили прямо на поле боя, в окопе. Поисковики обнаружили его останки на глубине около метра. Рядом лежали фрагменты обмундирования – противогаз, компас и два медальона. Один оказался пуст, а в другом была записка. По фрагментам слов, к счастью, поисковикам удалось установить личность погибшего солдата. Это уроженец Славянского района, наш земляк Иван Яковлевич Дмитриев. При бойце был обнаружен медальон. Медальоны, хотя и были запрещены в 1942 году, но в данном случае боец на свой страх и риск, такой медальон при нем был. В котором было записано, в случае смерти сообщите о том, что отцу. И было сказано в нем, что он был призван в Славянском районе из колхоза Карла Маркса. Данное место, оно раньше называлось колхоз Карла Маркса. Это потом назвали его уже семисводным. Поисковики отряда Святой Георгий дали объявление о найденном медальоне в местные газеты. Откликнулись племянники погибшего. Они и перевезли останки бойца на его малую родину, чтобы здесь перезахоронить с почестями. По этому случаю в хуторе Семисводном прошла торжественная церемония. Открыл ее глава Славянского района Роман Синеговский. И вот сегодня, я считаю, что это торжественный день для нас, для всех славянцев, для всех земляков. Потому что у нас есть возможность придать земле останки нашего земляка Дмитриева Ивана Яковлевича. Я хочу сказать спасибо ветеранам Великой Отечественной войны. Хочу сказать спасибо всем поисковикам и нашего района, и именно тем ребятам, которые нашли нашего земляка, за эту работу, за ту плодотворную работу, которую они проводят. В этот день жители Славянского района пришли проводить в последний путь Ивана Яковлевича Дмитриева. Родственники погибшего воина, его племянники Николай и Павел Дмитриев, приехали на торжественную церемонию перезахоронения. Они не знали своего погибшего родственника. Известно только, что на фронт он ушел в 20 лет и успел отслужить в пехоте около года. Потом числился пропавшим без вести. Родные до последнего верили, что солдат вернется. И вот, спустя 70 лет, никто и не мог поверить в то, что найдены останки солдата, не вернувшегося с войны. И с трудом подбирали слова, чтобы выразить все чувства, которые испытывали. Словами это не передать. Я повторюсь, когда я прочитал в газете, когда я связался по телефону с Тяпушкиным Алексеем, руководителем группы РОПШИ, защемило в сердце все-таки родной дядя. Через столько лет нашлись его останки. Но когда мы приехали туда, через двое суток, когда Антон Чурика вынес останки дяди, они там говорили это. Я понимал, что мне что-то надо сказать, но у меня не было слов. Меня захлестнуло. Когда мне провели нам эту экскурсию, по всем этим местам боев, где что, как рассказали, я просто был в большом, не знаю, как сказать, в шоке или это. Но тогда я понял, что такое война. Пришедшие на митинг почтили память погибшего солдата минутой молчания. Хоронили бойца со всеми воинскими почестями. По троекратный оружейный залп останки были преданы земле. Война не закончена, пока не захоронен последний погибший солдат. Сказал эту глубокую по смыслу фразу знаменитый русский полководец Александр Суворов. И важно всем, кому дорога память о своих героях, кто чем может приблизить окончание этих войн. Та работа, которой занимаются члены поисковых организаций, действительно значима. Ведь так важно достойно похоронить своих близких. Надежда Неткачева, Александр Косицын. Программа «События».